Пришли, поговорили, зачекинились. Программа «Чек-Ин» на Радио ТВ. Доброе утро вместе с программой «Чек-Ин». У микрофона Вика Бежина у меня в гостях. Сегодня композитор и исполнитель собственных произведений Семён Кривенко-Адамов. Семён, доброе утро тебе. Доброе утро. Ну, начну, наверное, с... Ну, такого странного вопроса-то, не пугайся. Как тебе кажется, какая суперспособность не помешала бы композитору? Ух ты, какой вопрос. Ну, я думаю, важная особенность, да, или способность – это уметь работать с потоком информации. А с информацией с какой? С любой, которая поступает. Ну, то есть мы живём же в информационном мире. И каждый день сталкиваемся, как сказать, ну, с новостями, да, с разговорами людей, то есть нужно понимать... Ну, да, мы сталкиваемся с новостями, с разговорами, это всё окей, логично, но композитору зачем в этом всём разбираться и что с этим потом делать? Да, вот в том-то и вопрос, что музыка – это способ подачи информации, то есть музыка должна в себе нести что-то, какую-то энергетику. И когда человек, ну, в том числе композитор, да, ну, это любой, в принципе, творческий деятель, её воспринимает, он должен сформулировать, да, свою какую-то жизненную позицию и своим творчеством её, как бы, нести. Ну, то есть какие-то установки, и после этого уже можно что-то вкладывать в свои произведения. Да, вот примерно именно это я хотел сказать, чтобы оно не было пустышкой, то есть это должна быть какая-то идея, то есть это что-то должно быть такое, что он должен донести. Вот, например, часто, ну, можно услышать, там, такое модное слово «аполитичный», там, я там, такой, как сказать… Ну да, нейтральный, аполитичный часто бывает такое. Да, 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 но это неправильная позиция, то есть это, ну, как это, как страус зарывается в песок, да, вот, каждый должен определиться, на какой он стороне, ну, и, скажем так, чему он служит, какая его цель. Если это бесцельное, ну, там, я написал что-то, вот, вот такое вот получилось, ну, и у человека спрашиваешь, а что ты этим хотел сказать? Ну, просто так, ради веселья, ну, и оно и чувствуется, что это пустышка. Вот, я даже вспоминаю, передача была такая, ну, суть её в том, что робота научили тоже писать музыку. Ну, сначала там мелодию его научили писать, а потом мелодию с каким-то гармоническим сопровождением. Вот я так ради интереса решил забить, послушать, ну, вот действительно, ну, чувствуется, что это компьютер, то есть оно может быть как-то… Ну, как это чувствуется, как это может узнать слушатель, что для этого нужно делать, как развивать мозг? Как развивать мозг? Ну, как это, например, чувствуется, да? Ну, просто это набор звуков, просто набор звуков. Ну, наоборот, всё равно же выстроено в какую-то мелодию и в теории даже это можно слушать. Ну, это же не набор хаотичных звуков. Ну, вот мы можем, да, построить фразу, мы же можем? Ну, конечно. Да, мы можем сказать, ну, там, я увидел солнечный день, да? Да, то есть, ну, если разобрать, можно как бы её построить правильно, что это будет логически, а можно это просто, ну, набор звуков, да, сделать. Ну, если перемешать эти же слова только в другом порядке, да, будет не очень хорошо. Ну, да, вот примерно что-то вот такое, оно и чувствуется. То есть, может, человек, который, ну, не сильно как бы в это всё вникает, он, может, и не отличит, но, не знаю, я вот лично почувствовал. Ну, слушай, а если человек творческий, ну, как-то не может определиться с позицией, мне кажется, такое часто бывает, когда сначала одни какие-то ценности для себя выбираешь, потом немного другие, и вот всё это меняется. Это окей для композитора? Или всё-таки лучше выбрать одну траекторию, ну, как тебе кажется, и по ней идти? Да, да, это по поводу позиции, да, по поводу мировоззрения, да, нужно стремиться к тому, чтобы сформироваться, да, как личность. Но, понятное дело, что на начальной стадии, да, когда мы, ну, только начинаем творить, мы только, ну, формируемся, это в любом случае. Вот, поэтому тут, да, вопрос больше стоит к тому, что стремиться, и второй, ну, важный момент, это то, что нужно, как бы, ну, развиваться. То есть это не то, что, знаете, вот я целый день, там, пишу музыку или пишу стихи, прозу, и всё, я вот посвящаюсь. То есть нет, надо грамотно распределять свои, ну, эмоциональные ресурсы, то есть изучать себя, изучать свой, ну, как свой организм, свой, свою духовную какую-то составляющую. Ну, а если науки, это философия, психология, что-то такое или ещё что-то? В смысле, не совсем понял вопрос. Ну, что конкретно развивать? Вот ты говоришь, что нужно узнавать себя, узнавать там, как ты устроен. Через что это? Ну, через какие науки можно добиться этого всего? Или нужно как-то развиваться, ну, по всем фронтам, и математику тоже иногда вспоминать? Да, тут, что вообще? Человек искусства, да, он делает, ну, я так сможет, может так грубо прозвучить, но информационный продукт. Это не, скажем, пекар, да, который делает хлеб, или не фармацевт, который делает лекарства, это человек, который делает информационный продукт, и он должен, ну, желательно делать так, чтобы познавать, что тебе приносит вдохновение, что делает, что способствует твоему творчеству, его усилению. Если, скажем, человек замечает, что ему нравится бегать, к примеру, он чувствует там, накатывает какое-то не очень хорошее состояние, он побежал. Побежал, ему стало легче. Да, или пошел, допустим, почитал книгу, тоже читать, можно, ну, выявлять, что тебе приносит удовольствие, и в то же время смотреть, что более продуктивно. Может, допустим, нравится, ну, читать просто, ну, пустышку какую-то, да, которая тебе, ну, мозг отдыхает, да, кто-то же там играет, скажем, нарды, шахматы, не знаю, кто-то там в игры может компьютерные поиграть, ну, к примеру, расслабиться. Вот. А и с другой стороны нужно выявлять, что, ну, тебе дает пищу какую-то для размышлений. Ну, я бы так сказал. А после размышлений, как правило, получаются произведения или не так это работает? Вообще, кстати, вот мне кажется, вопрос о вдохновении, это один из самых любимых в интервью вопросов, но вот все-таки мне хочется понять, как пишется произведение? Когда накатывает вдохновение, вот это пресловутое приходит, или нужно как-то систематически работать, вот там с пяти до шести ты садишься и пишешь музыку? Ну, как конкретно ты пишешь произведение, да, вот в какой момент? У меня появляется какая-то идея просто, ну, она может быть и музыкальная, как бы, с одной стороны, да, а с другой стороны это может быть, ну, философская идея. Я там иногда тоже пишу статьи, но так бывает, накатывает. Статьи по философии или просто статьи? Просто такие, ну, житейские, как бы, можно философские сказать, ну, так разбираю некоторые аспекты жизни. И вот идея какая-то формируется, да, внутри, может быть, музыкальная мысль, может быть, какая-то даже теория там. Вот, и просто она в тебе, ну, как сказать, развивается, развивается, и в какую-то форму всё-таки она должна воплотиться. Может быть, это будет утверждение, может быть, это будет, ну, музыкальное произведение. Ну, то есть тут непонятно, то есть может быть статья, может быть музыкальное произведение. Ну, у каждого по-разному, если... А, ну вот у тебя как это работает? Ты говоришь, ты пишешь статьи, и, ну, я знаю, что пишешь произведения музыкальные. Да. в какой момент ты понимаешь, что вот будет статья или будет произведение? Я понимаю, странные вопросы, тем более у тебя это так рождается, я думаю, как-то по наитию, но всё-таки мне интересно понять, ты выбираешь сознательно или оно само как-то тебя ведёт? Не, ну чаще всего само идёт, но у меня, если говорить о музыке, там чуть-чуть другой такой момент. В музыке я бы разделил вообще формы, как мы говорим, вдохновения, да, они, я бы сказал, бывают нескольких типов, как бы одно из таких самых, ну я считаю, хороших, это когда такое может выражение немножко напыщенное, ну по наитию, да, или как говорят inside, то есть у тебя что-то идёт, и ну ты просто ничего не можешь поделать, как идёт информация, да, и ты просто там бежишь её быстренько делать, пока, ну это, это идёт, короче, ты просто это чувствуешь, вот. Потом бывает такое, что в тебе что-то долго, ну как бродит, то есть есть какая-то музыкальная мысль, ты её начал, потом можешь, ну у меня было такое произведение, я его удалил, потом думаю, а, ну вот я не так начал, не так начал, поэтому я заново к нему вернулся, опять удалил, ну и так вот долго такое, как сказать, спиральнообразное такое, какое-то возникновение, в итоге всё-таки потом это превращается в какое-то произведение, вот, ну и третий момент, это не обязательно всегда нужно иметь и вдохновение, то есть бывает такое, что тебе, ну просто что-то хочется сказать, что-то выразить, и ты просто... Просто садишься и пишешь? Да, садишься, ну у меня, например, я сажусь там за инструмент и просто играю, вот, что, как, ну, как сказать, отключаю голову, просто играю, отключаю диктофон и всё, а потом я уже прослушиваю, допустим, эту запись, и у меня сразу возникает понимание, что это должно быть, ну, примерно так. Ну, предлагаю нам послушать одну из твоих композиций, она называется Tell me to you. Ты помнишь, как ты её писал? Вот это было по наитию или потому, что хотелось что-то сказать? Ага, там у меня начальная такая мелодия, та-та-та-та-та-та-тен, она у меня, ну, просто как по наитию пошла, а потом просто, ну, я её начал, просто сел, начал записывать и как по верёвочке её, ну, вытягивал, я бы так сказал. Ну вот, давай слушать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Check-in на Радио ТВ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, вопрос, как лучше быть творческому человеку, таким, какой он есть, выражать полностью все грани своей личности, да, или всё-таки то, что в тебе внутри, в том числе и острые, да, там, социальные, политические вопросы вскрывать себе и под маской, ну, только выдавать творчество. Плюс-минус, об этом актуальные события должны как-то влиять на композитора и должен ли он как-то их включать в свои произведения, чтобы потом, через, не знаю, сто лет, кто-то сказал, вот именно эту композицию написал, когда была пандемия в мире или, ну, какие-то такие вещи. Да, интересный вопрос. На самом-то деле творчество, это и есть, как бы, такой ответ, что ли, да, сегодняшнему дню, что сегодня происходит, человек это чувствует и передаёт. А когда я говорил о том, что надевать маску, да, тут, скорее всего, я имел в виду то, что человек должен действительно в таком случае говорить то, что он думает, а не поддаваться влиянию, как это говорится, трендам, да. Хайп, да, вот это, вот эти все вещи, я понимаю, да. То есть, если он, допустим, ну, напишет композитор там произведения, да, про пандемию, отлично, пусть… Если это его, правда, вдохновило. Да, но пусть это будет его действительная позиция, ну, он действительно так считает, а не то, что, знаете, пошёл такой тренд, что все начали, вот, COVID-19, надо хайпануть на этой теме, все об этом говорят, ну, надо бы отключаться. Ну, просто это смешно смотрится. Я вот даже с людьми разговаривал, да, которые, там, в социальных сетях, да, пишут, что, там, ну, про COVID-19, все эти дела, а я ему говорю, ну, я так говорю, а ты, ну, вообще, знаешь хоть одного человека, который болел, ну, к примеру? Да нет, не знаю. А я говорю, а ты знаешь хоть одного человека, который знает, что он болел? Нет, не знаю. Я говорю, ну, интересно получается. То есть он просто, как воспринял это явление, да, пандемию, как некоторый такой абстрактный образ, его, ну, просто, или даже не абстрактный образ, ну, просто он поддался к какому-то информационному потоку. А это то, о чём мы говорили, что с информацией надо уметь, как бы, работать и отдавать себе отчёт, что ты делаешь. Ну, раз уж мы заговорили о трендах, то, мне кажется, недалеко там популярная музыка. Как тебе кажется, есть ли качественная популярная музыка? И может ли популярная музыка доносить какие-то, ну, пусть не настолько же глубокие мысли, как ты, например, в своих произведениях или в инструментальных произведениях, в других, но всё-таки поп-музыка, в твоём понимании, добро или зло? Да. Ну, значит, по поводу качества, да. Если, ну, качество можно разделить на два вида. Одно вида технически, качественно, ну, фактически вся, да, поп-музыка, технически. Но есть качество, я бы даже это сказал не качество, а какая-то художественная ценность произведения или музыкальная ценность. Вот. Тут уже вопрос чуть-чуть по-другому стоит. И он такой достаточно объёмный, сразу так не скажешь, потому что, скажем, даже примитивная, да, какая-то песня, казалось бы, она может конкретному человеку, каждый же воспринимает субъективно, да, какую-то песню. И вот она может на него, как бы, положительное влияние дать, конкретно ему, но обществу в целом она не будет давать положительное влияние. Вот. Поэтому, ну, поп-музыка в целом, я, ну, не восхищаюсь, скажем так. Ну, я поэтому и спросила, я почитала твои ответы на Яндекс.Кью, насколько я помню, и поэтому у меня и возник этот вопрос. Мне же кажется, что музыка-то популярная была всегда, ну, у меня для них только какие-то смыслы. Мы не говорим о крайностях, не говорим о матах, о песнях, построенных на матах, но всё-таки есть же популярная музыка, и общество почему-то, вот уже несколько, там, десятилетий даже, можно сказать, нуждается в ней. Почему, как тебе кажется? Ну, я думал об этом, я просто аналогии такой отвечу, вот, езжешь, да, продукты питания, да, и, ну, большинство людей, процентов 90, ну, фактически едят всё, но есть там, допустим, вегетарианцы, есть веганы, да, есть вообще там люди, которые, ну, я не знаю, есть они или нет, ну, там, солнцееды, да, которые… Солнечная энергия, ну, кто-то скажет, что… Миф гласит, что есть такое, не знаю. Да, но я думаю, что, я так считаю, что, возможно, есть такие люди, просто эти люди умеют как-то переобразовывать энергию, вот, это такое, по-мистическим, но, возможно, есть, вот. Вот, и 90 процентов, да, покупают, ну, скажем, всё, там, едят мясо, там, рыбу, может, алкоголь, там, ну, короче, понятно. Но суть, суть, как бы, в чём, что музыка – это, как бы, тоже продукт, это не только там абстрактно, это то, что человека подпитывает, ну, энергетически. И вот как едат, она будет пользоваться спортом, так и такая музыка, вот, я считаю, но всё-таки можно переходить на другие кузовые рельсы. Тогда вопрос такой, нужна ли слушателю, ну, так называемая наслушанность, когда он постепенно двигается от более простого к более сложному? Или можно сразу начинать, вот, слушать инструментальную музыку, и в какой-то момент ты поймёшь, что, ну, ты понимаешь её, тебе нравится? Угу. Я могу сказать, что насильственно, если человек будет, ну, как себя, заставлять, да, слушать музыку, там, инструментальную, классическую, но в большей степени это не принесёт желаемого эффекта. Почему? Потому что человек только одну грань пытается развивать. Вот, это как вот спортзал, да, мы же не идём качать, к примеру, одну только мышцу, мы там бегом занимаемся, там, на один, на второй, на третий тренажёр, и только тогда мы замечаем, ну, какой-то эффект. Если мы только одну мышцу будем развивать, да, или одну часть тела, то это, наоборот, будет негативный эффект, и всё время только тратишь на то, чтобы развить, ну, только одну часть тела. А если, ну, переходить, то нужно комплексно, то есть выявлять те моменты, да, ну, комплексно, то есть находить то, что тебя не удовлетворяет сегодняшним, ну, твоём способе жизни, например, да, и взять, ну, хотя бы несколько параметров и идти к ним. Вот тогда, я считаю, будет изменяться. Я, кстати, вспомнил эксперимент такой проводили, интересный. Группу людей, я не вспомнил, не скажу, в какой стране, я просто ошибусь сейчас. Группу людей, когда, ну, они пошли на экспедицию, что-то там изучать, какую-то местность, и вот было замечено, что у большинства из них по началу, да, такого экспедиции, ну, там, рок, рэп, скажем так, популярная музыка была, а когда они жили на природе, и, скажем так, жизнь уже была не такой темп, да, высокий, как городской, и они все, ну, большинство из них переходило плавно там, допустим, с рэпа там в рок, с рока, и в итоге потом было замечено, что они уже начали слышать, во-первых, более размеренную такую, ну, не быструю, менее агрессивную музыку, ну, такой, кстати, интересный эффект, то есть тут что можно сказать, что пошел комплексный процесс, они и переехали на природу, и, допустим, общение, и там жизнь изменился, и уже вкус меняется как, ну, не как какая-то цель, да, которую мы целенаправленно ведем, а как… А, ну, сам по себе, если ты что-то меняешь и к этому идешь, то он, ну, в итоге поменяется. Да, один из сопутствующих, так сказать, факторов, то есть вот так. Так, ну, предлагаю нам послушать еще одну песню, она называется «Твои глаза». «Твои глаза» «Твои глаза» «Твои глаза» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Чек-ин на Радио ТВ Напомню, у нас в гостях сегодня композитор и исполнитель собственных произведений Семен Кривенко-Адамов Семен, мы послушали еще одну композицию твою У меня вообще, когда я готовилась к интервью, знаешь, какой вопрос возник? Есть ли такое, что ты себя отождествляешь с музыкой, со своей? И вот если, например, не понравилась музыка, то значит не понравился я сам? Или как-то разграничивается это? Да, такой тоже вопрос интересный В целом-то у меня музыка, я бы так сказал, в какой-то степени даже конфликтная То есть одна композиция может конфликтовать с другой, да? А в каких отношениях? Ну вот, например, у меня есть, с одной стороны, там такие нежные, да? Какие-то произведения А с другой стороны, есть такие, ну, резкие, я бы сказал, темные, да, мрачные Вот И личность-то, она, как это любят говорить, неконгрейентна, да? То есть она не может быть в полной степени целостна Она на протяжении дня Ну это логично, ты же эмоции разные тоже испытываешь, как и люди все И композиции тоже разные Ну да, с одной стороны, да То есть мы же, кстати, вот отождествлять Мы же человека, когда, ну, там знаем, да, человека У него есть какие-то хорошие качества, какие-то не очень, да? Ну, жизнь такая Да, жизнь такая Также же и музыка То есть одно произведение может не понравиться Но другие, ну, допустим, другое, которое понравилось Оно будет перечеркивать то И в целом тебе, ну, будет больше, скажем так, часть личности нравится или не нравится Но оно будет иметь именно положительный эффект, я бы так сказал А вообще лучше, конечно, не отождествлять творчество с человеком Вот, как правило, я вот сколько сталкиваюсь Это, ну, впечатления, которые слаживаются там при прослушивании, да, чего-то Или про чтение, и кажется, что человек там определенный, там рисуется картинка А потом просто она разрушается очень быстро Вот, мои личные наблюдения Лучше мне хочется сделать То есть если ты образ какой-то строишь на основе творчества Тогда получается не очень классно Да, просто это, скажем, это абстрактное, да, творчество Человек же, ну, творческий деятель Он чем-то руководствуется, у него просто какая-то идея Это может быть идеализированный какой-то образ Или он наоборот, скажем, ну, как гиперболированный, да, или... А личность, она вот, она есть, она живет сегодня Семен, правда ли, что композиторы вставляют в свои произведения микроцитаты любимых композиторов? Ну, то есть какой-нибудь кусочек такой небольшой, чтобы люди знающие узнали, что это вот отсылка там к Бетховену или к Баху Ну, это что-то напомнило мне этот, как художники, когда рисуют там чужие, ну, картины Ну, да, тоже как-то так отсылаются И режиссеры, кинорежиссеры тоже так делают Да, ну, тут, кстати, вот интересный такой момент, да Любой деятель, он в любом случае интересуется деятелями, работающим в подобных его стезях, да И ему есть те, которые ему нравятся И хочет он этого или нет, ну, подсознательно он будет улавливать какие-то мотивы, моменты И они будут его, ну, впечатлять, вдохновлять, вот И это будет отображаться на его творчестве Вот, кстати, интересно, да, бывает, столкнусь там с интересным там писателем, музыкантом И я открываю биографию в Википедии И первое, я всегда смотрю, кто оказал на него влияние Ну, там пишет, там, произвели влияние Такое-то, 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 такое-то Вот, и действительно, если я знаю, да, конкретно Ну, допустим, я вот уже не приведу, наверное, такого примера яркого Я нашёл деятеля, которого там привёл, ну, влияние оказал Чехов И я узнаю, действительно, у них есть какая-то общая такая линия Идеологическая, что ли Вот что-то есть у них общее Ну, наверное, это и хорошо Ну, значит, я так думаю, у тебя тоже есть какие-то отсылки Просто ты, кстати, можешь вспомнить, кто на тебя оказал влияние? Я не очень люблю этот вопрос, потому что, ну, потом возникают такие Ладно, хорошо, можешь мне отвечать Тогда финальный вопрос на сегодня Когда, вот, кстати, твои произведения часто исполняют где-то? Ну, вот кто-то кроме тебя Или звучат просто где-то на площадках? Ну, на площадках звучат На электронных, да? Да Даже бывало, я так попадал Но пока что Ну, сравнительно, я же, понимаете Это такая музыка инструментальная Это не попсовая, да, как говорят Не поп-музыка Она долгоперспективная, я бы так сказал Долгосрочная То есть, тут я занимаюсь, ну, сколько? Лет семь, да? Это я, может, восемь пишу музыку А записываю я ее, ну, сколько лет, пять назад начал То есть, это вот слишком маленький период, чтобы пока что-то говорить о том, чтобы она звучала Ну, вот тогда, когда ты в следующий раз придешь ко мне на интервью, я тогда задам этот вопрос, который хотела Закончим мы это интервью еще одной твоей композицией Она называется «Your smile» или «Твоя улыбка» Ну, вот, давай пару слов о ней и будем прощаться Ну, у меня есть такой ролик там на нее Я просто оставил картинки улыбающихся девушек Вот, просто она таки возникла, что в голове у меня картинка Ну, у любимой девушки вот так улыбающейся у меня была фотография Я просто на нее смотрел, у меня мелодия возникла И вот так появилась она О, как красиво закончили У нас в гостях сегодня был композитор и исполнитель собственных произведений Семен Кривенко Адамов И закончим мы вместе с его композицией «Your smile» Семен Кривенко Адамов 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 Семен Кривенко Адамов